Привет, сегодня на обзор ко мне угодили три ножа, каждый из которых можно рассматривать в качестве подарка. Вот только дарить их нужно очень разным людям. Хотите подробнее? Погнали! Что ж, тайм-коды на экране, кому интересен какой-то конкретный нож, перематывайте и смотрите. Да мы начнем с ножа, дарить который можно человеку, как ни странно, далекому от ножевой тематики. В простой коробочке скрывается он, марсер... Вау, короче, СТД 33. И вообще-то этот китаец с русскими корнями и немецкой пропиской мог бы быть очень неплохим ножом. Ну судите сами, рукоятка сделана из G10, но то ли обработка лучше, чем обычно, то ли сам материал подороже среднестатистического гонзоида. На ощупь плашки прям такие хороши. Форма рукояти простейшая, но благодаря своей пухлости ощущается нож в руке вполне сносно. Добавляет позитива обработка всех поверхностей. Плашки, как видите, чуть меньше стальных лайнеров, соответственно, огрехи подгонки и обработки, по идее, должны быть на виду. Но их тут нет, все просто отлично. Насечки на спинке и брюшке ножа вряд ли сыграют какую-то роль в реальной работе, но они зализаны, приятны на ощупь и не мешаются. Насечка на обухе клинка чуть более агрессивна, чуть более применима и все так же хорошо обработано. Несмотря на всего лишь две бонки и осевой, нож не ощущается хлипким. Клипсы нет и это, видимо, звоночек, что нож должен попасть к человеку, который забросит его в бардачок и пользоваться им будет нечасто. Есть темлячное отверстие, но у нашего предполагаемого счастливчика вряд ли найдется кусочек паракорда. Ну, не его эта тема. Открывается клинок при помощи шпенька. И шпенек этот говорит нам, я тоже в крайней степени хорошо обработан. Настолько, что я уже не могу толком исполнять свою функцию. Ну, точнее как, исполнять-то он ее исполняет. Но удобно и назвать эту зализанную островерхую кучку, у меня язык не повернется. И это печально, ведь у ножа хорошая механика. Тут не подшипники, а шайбочки, зато обе латунные. Стандартной для дешевых китайцев фторопластовой нет. То есть, если бы не шпенек, можно было бы играться этим ножичком, наслаждаясь ощущениями. Тем более, что пластинка лайнер лока, даром что смотрится массивной, на деле податливая и не кусает за палец. Левше, впрочем, нож вряд ли понравится. Охотно он открывается и закрывается лишь правой рукой. А еще с замком есть косячок. При резком открытии пластинка заходит на пятку клинка полностью. Хотя в идеале должна заходить где-то на первую треть. Нет, клинок не лифтит и проходит еще долго, но это еще один звоночек. Хотя, конечно, очень вероятно, это только моему экземпляру так повезло от слова нет. Но есть на нем еще один конструктивный просчет, уже от слова песец. Судя по тому, какой тут замин на лезвии, на этом ноже функцию стопорной выполняет не передняя, а задняя бонка. То есть при закрытии ножа лезвие порой долбится об эту самую бонку. И вот тут даже интересно, на чей счет следует записать этот косяк? На приемщика, который пропустил заготовки для клинков, не соответствующие спецификациям? Или на дизайнера, который не учел, что на фабрике в Китае сидит приемщик, считающий, что раз уж ему из этих ножей не стрелять, то и так сойдет. Остается надеяться, что не все марсеры этой модели имеют эти конструктивные недостатки. Ну или хотя бы что гипотетический человек, которому мы дарим этот нож, будет нечасто им пользоваться. И опять же, это чертовски обидно. Геометрия ножа хороша для всяких повседневных и в том числе кухонно-кулинарных дел. Внутри ножа тем временем все прозаично, за исключением двух незадействованных отверстий на одном из лайнеров. Что-то мне подсказывает, за них должна была крепиться клипса. Короче, нож, мягко говоря, противоречивый. Многое хорошо сделано, но косяки моего экземпляра портят бочку меда. Если на вашем будут такие же косяки, можно а. забить, и б. попросить заменить бочку меда на другую. Кстати, последняя приятная особенность этого ножа – трехлетняя гарантия. На Ганзу, например, всего год. А вот на следующий нож дают пожизненную гарантию. По этой и ряду других особенностей он подойдет в качестве подарка человеку практичному и не понаслышке знакомому с ножами. Это Steelville F25 Modus. Коробка явно наряднее марсеровской. Внутри макулатура и сам нож в пупырки. Достаем. На вид это игрушка какая-то. Ну вот, накладки из FRN, то бишь нейлона усиленного стекловолокном, то бишь как бы дешевого на ощупь пластика. Но как под накладками скрываются стальные лайнеры, так и под видами игрушки скрывается очень серьезный инструмент. Сразу отмечу, что против материала накладок объективно ничего кроме тактильных ощущений предъявить-то и нечего. Субъективно, лично мне не особо нравится цвет. Но это поправимо. Существует, например, синенький нож с оранжевым спейсером или вот черный с синим. Это, как по мне, намного интереснее. Еще вы заметите, что существуют в 2,5-3 раза более дорогие версии этого же ножа. О них я скажу позже. Пока смотрим наш экземпляр. Сразу обращает на себя внимание клипса на трех близкопосаженных винтах. Человек, знакомый с силуэтом Benchmade Гриптилиона, понимает, откуда черпали вдохновление стил-виловцы. Но вот с креплением клипса они соригинальничали. Выглядит, конечно, интересно, но вот с практической точки зрения у Гриптилиона на те же отверстия можно прицепить клипсу для глубокого ношения. А тут такой фокус никак не прокатит. Но это, конечно, придирка. Хотите еще одну? Заметный под макросъемкой облой на пластике накладок. Скорее всего, это особенность материала. Плашки из ФРН отливаются, а вот, например, из G10 обрабатываются механически. Еще фаски на клинке сняты очень формально. И если в районе обуха и насечки это оправданно, цепкость повышается, то островатый по краям плавник может кому-то и не понравиться. Наждачка в помощь, коли так? И последняя придирка – кончик не по центру. Да, скорее всего, это мне так повезло с ножом. Да, можно попытаться отрегулировать это осевым винтом. И да, лично мне пофигу на этот кончик, потому что придирки кончились. Дальше только позитив. Открывается нож легким нажатием на флиппер. Внутри видны упитанные шайбы, говорят, из фосфористой бронзы. И это один из тех ножей, которым нафиг не нужны подшипники, потому что, во-первых, клиноки так ходят, как по маслу. И, во-вторых, шайбы эти с легкостью переживут любые подшипники в любых, даже самых суровых условиях. Пластинка лайнер-лока встает в самое начало пятки, прям как доктор прописал. Упругость у нее идеальная. По факту я сейчас пишу текст обзора и ловлю себя на мысли, что ножик этот нагло саботирует все дело. Потому что каждые несколько минут я беру его в руки и начинаю иммиграться. Очень нравится мне местная механика. Добавляет кайфа мягкое закрытие клинка, будто он упирается в пластик, или всей плоскостью лезвия ложится на спейсер. Каюсь, сперва не найдя стопорной бонки, внимательно вглядывался в спейсера. Думал он пластиковый, искал следы от контакта с клинком. Спейсер оказался дюралевым, а стопорная бонка встроена в клинок. Вон она там внутри ходит. И мягко тычется в спрятанный лайнер. Я уже говорил, что у ножа шикарная механика. Держать его удобно любым, подобающим повседневному предназначению хватом, несмотря на тощую рукоять. Форма клинка шипсфуд, овечья лапка, ножка, копытце. Для бытовых нужд это прям оно. Хочешь, дави и режь шланги с канатами. Хочешь, клади сверху палец и выводи фигурный рез. Тем более, что сталь D2 позволяет вытворять очень многое. Только протирать не забывай. И раз уж заговорили о стали, пора вспомнить о дорогих братьях нашего гринча. Плашки у них из G10 или даже карбона. А главное, клинки из порошковой стали M390. И да, вне всяких сомнений, M390 на порядок круче D2. Но цена-то такая, что можно уже и пресловутого гриптилия на взять. Короче, я считаю, если у предполагаемого рецепента подарка нет аллергии или личный неприязник стали D2, нужно брать именно базовую модель. Потому что она уже очень хороша. А если нравится более традиционный профиль клинка, стоит обратить внимание на стилвиловскую модель Каджек. Там еще вроде как чуэл, то есть выемка под палец на пяти клинка покрупнее. А значит клинок еще удобнее в использовании. Внутри у модуса все нормально. Ну правда, конструкция, насколько я могу судить, приличная, сказать мне тупо нечего. Встречал как-то отзыв, что по клинку пошла трещина от стопорной бонки. Но то был не то единичный случай, не то случай нецелевого использования. А в общем и целом, этот нож настолько хорош, что его можно смело брать на подарок даже себе любимому. На повседневное ношение, то есть EDC вместо какого-нибудь ганзообраза. Несмотря на то, что изготавливаются стилвилы тоже в Китае, это явно более качественный продукт. И не забываем про пожизненную гарантию. Кстати, у последнего ножа гарантия тоже пожизненная. И тут по коробке можно догадаться, что это подарок не желторотому пострелу, а кому-то поопытнее, может даже постатуснее. Написано Внутри брошюрка фирмы Тера Инкогнито. Пишут, это не рекламный каталог. Что ж, листаем дальше. А не, все нормально, это так и каталог. Может имелось в виду, что это не каталог, а каталог? Но не суть. Короче, каждый нож выпускается очень ограниченным тиражом, всего по 50 или 100 штук. Все ножи уникальны, у каждого уникальный номер, на который вы имеете право при заказе, ведь вы тоже уникальны, вот это вот все. Я от этого далек, но понимаю, что кому-то это будет сильно импонировать. Главное, все в брошюрке очень красиво сделано, глаз не оторвать. Прям радует, что у нас тоже могут в хорошую, богатую презентацию. По сути-ка, а вот сам нож, притаился тут. Это Тера Инкогнито Финли. История происхождения этого ножа, точнее его идейного предка, описана в брошюрке. Сами почитайте, если интересно. Главный момент, Финли это потомок Несмука, универсального походного ножа. Помимо самого ножа, в мега-коробке прячутся ножны и вот такой страшненький листик. Тут сертификат о нехолодности ножа в глазах закона, памятка об уходе и характеристики. Такие же листки поставляются и с предыдущими ножами, но тут-то премиум, лакшери, ожидаешь как минимум лощеной бумаги. Вполне возможно, впрочем, что листик не производитель, а магазин подложил, но это не страшно. Далее, ножны. Стакана внутри нет, есть усиление третьим слоем кожи. Кругом видны следы заклепочника. Кнопку застегнуть непросто, будто бы самую малость не хватает длины хлястика. А когда ее так и застегнешь, нож все равно можно вытянуть из ножен. С расстегнутой кнопкой это, конечно, полегче сделать. И даже так, нож сидит в ножнах достаточно цепко и вряд ли вывалится при ходьбе. В общем, ради ножен этот нож покупать, наверное, не стоит. На тех же финках зачастую ножны получше сделаны. А иногда там бывает такая фактура кожи, что ее хочется трогать и трогать, шупать и шупать. Это скандинавы, брат Россли и братец Юха Пертула. Их обзор грядет. Так о чем это я? Да, сам нож. Это фуллтанг, то есть цельный кусок железа, на который приклепаны накладки. Они тут, кстати, из палисандра. Рука довольна, да и в принципе она неплохо лежит на толстенькой рукояти. То есть работать этим премиальным ножом, в общем-то, очень даже можно. Обработка и подгонка идеальны. Местами, правда, следы полировочной пасты остались. Вот здесь я еще не успел их полностью стереть. Мне понравилась гравировочка, точнее фрезеровочка на плашках. Мне даже думается, что имея такую крохотную фрезу с ЧПУ, можно делать еще более насыщенные деталями рисунки, чтобы их прям хотелось рассматривать. Ведь как минимум некоторые из этих ножей, скорее всего, проведут свою жизнь на полочке в качестве экспоната. Гравировки на самом клинке напоминают нам, что нож сделан вручную в России, предлагают подумать, чего значит замысловатый логотип компании, ну а с другой стороны, конечно же, индицируют модель ножа, и сообщают, что это 33-й из сотни существующих на всей планете. Да что там планете, во всей Солнечной системе! И шире, во всей Галактике! Не, ну согласитесь, тут у любого ЧСВ зашевелится. Все эти гравировки лежат на внешне прекрасном клинке из дамасской стали. Узор ну очень красивый. Хотя, конечно, некоторым нравится дамаск с узором помельче, менее выраженным, менее контрастным. Это складень Арго от Арсена Арсеняна, и это еще один намек на грядущий обзор. Лично я и тот, и другой узоры считаю дикой красотищей. Боюсь, даже на камеру не передастся, но это очень красиво. Но есть нюанс. На поверку Финли оказался тупым. Только в районе изгиба лезвия оно более-менее острое. А большую его часть даже порезаться сложно. Вполне возможно, что мне просто прислали некую витринно-демонстрационную модель, на которой режущая кромка посажена в ноль регулярно резкой картонных тортиков. Наверняка новый нож, купленный в магазине, будет острющий маки-меч самурая. Не точить же подарок перед дарением, и тем более после. А в целом, не обращайте внимания на мои ужимки, нож мне понравился. Он бесспорно красивый, продает себя как дорогая вещь, идеально подойдет на роль подарка, и при этом его можно использовать как нормальный такой походный инструмент. Ну это фуллтанг, чего ему будет? А если вам такая форма не по вкусу, то настоятельно рекомендую окинуть взором весь ассортимент Терра Инкогниты. Я вот, например, вовсю окидываю взорами и слюнями модельки Боб Рорес и Росшрум. Какова мораль сегодняшнего обзора? Для любого человека можно найти нож на подарок. Особенно, если искать в магазине солдат удачи, который прислал мне эти ножи на обзор, за что ребятам большущее спасибо. В описании будут ссылки на все ножи, а также скидочный купон. Пользуйтесь на здоровье. И купите уже себе стил вилл модус или каджек со сталью Д2 на повседневку. Пощупать их можете в местном магазине, но заказывать только в солдате удачи, место проверенной отзывы отличной, доставка от 5000 бесплатная. Да шутка, где хотите, там и покупайте. Просто если в солдате что-то возьмете, больше шансов, что они мне еще ножей на обзор зашлют. Такая загогулина. А на сегодня все, будьте бдительны, салют. 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 Салют.